Добрый вечер! Мы с котиком приветствуем вас на канале Сангейтс Тбилиси. Приветствуем наших подписчиков и гостей канала. И сегодня у нас интересная тема, которая касается ораторского искусства. В современном мире ораторское мастерство играет ключевую роль во многих аспектах нашей жизни. Вот несколько причин, почему это так важно. И первое. Это успешная коммуникация. Ораторское мастерство помогает людям эффективно выражать свои идеи, убеждения и цели. В мире, где информация является одним из главных ресурсов, умение ясно и убедительно выступать имеет критическое значение. Второе. Лидерство. Лидеры должны уметь вдохновлять, мотивировать и влиять на других людей. Ораторское мастерство помогает лидерам эффективно коммуницировать свои идеи, установить контакт с аудиторией и вести ее за собой. Третье. Профессиональный успех. В мире бизнеса и корпоративной культуры ораторское мастерство является неотъемлемым навыком. Умение убедительно представить свои идеи, вести переговоры, убеждать клиентов и коллег, а также вдохновлять команду. Это ключевые компетенции для карьерного роста. Согласитесь. Петвертое. Политика и общественная жизнь. В политике и общественной деятельности ораторское мастерство играет огромную роль. Политики, общественные деятели и активисты используют свое ораторское искусство, чтобы влиять на общественное мнение, защищать свои позиции и стимулировать общественные изменения. Пятое. Успешные презентации и выступления. В мире образования, научных исследований и технологических инноваций ораторское мастерство помогает эффективно представлять новые идеи, результаты и открытия. Умение говорить перед аудиторией сделает вашу презентацию более запоминающейся и вдохновляющей, конечно. Шестое. Улучшение межличностных отношений. Хорошее ораторское мастерство способствует лучшему пониманию и уважению в отношениях с другими людьми. Умение выслушивать и выражать свои мысли и чувства может значительно улучшить качество межличностного общения. В целом, ораторское искусство не только помогает людям достичь поставленных целей и в различных сферах жизни, но и повышает самоуверенность, самооценку. В истории было очень много выдающихся ораторов, которые оказали огромное влияние на общество и формирование истории. Вот некоторые ключевые принципы ораторского искусства, которые могут быть полезны для сегодняшнего урока. И первое. Это подготовка и планирование. Определите цель вашего выступления. Что вы хотите донести до аудитории. Исследуйте и овладейте материалом. Наиболее убедительные ораторы хорошо осведомлены о теме своего выступления. Разработайте структуру. Ваше выступление должно иметь вступление, основную часть и заключение. Сильное вступление. Привлеките внимание аудитории с самого начала. Это может быть вопрос, цитата, анекдот или факт, связанный с вашей темой. Представьте свою тему и цель. Чётко объясните, о чём будет ваше выступление и какая цель у него есть. Убедительно основная часть. Используйте логику и аргументацию. Поддерживайте свои идеи, фактами, статистикой и логическими рассуждениями. Используйте примеры и иллюстрации. Это помогает сделать ваше выступление более доступным и понятным для аудитории. Обратитесь к эмоциям. Используйте истории или примеры, которые вызывают эмоциональный отклик у слушателей. Завершение и заключение. Подведите итог. Повторите основные точки вашего выступления. Оставьте длительное впечатление. Заключение должно быть запоминающимся. И завершающим ваше выступление. Самым убедительным образом. Предложите действие. Предложите аудитории что-то сделать или задайте вопрос для размышления. Работа с голосом и телом. Регулируйте темп и интонацию. Используйте изменение скорости и громкости голоса для подчеркивания важных моментов. Обратите внимание на мимику и жестикуляцию. Ваше тело также является средством коммуникации и может усилить ваше выступление. Практика и обратная связь. Практикуйте свое выступление перед зеркалом или перед друзьями, коллегами. Запишите свое выступление и просмотрите запись, чтобы выявить области для улучшения. Используйте обратную связь и стремитесь постоянно совершенствоваться в искусстве ораторства. И помните, что ораторское искусство – это навык, который развивается со временем и практикой. Чем больше вы выступаете, тем увереннее и эффективнее становитесь в общении с аудиторией. Жестикуляция и выбор одежды – это два важных аспекта ораторского искусства, которые могут существенно влиять на восприятие и эффективность вашего выступления. Жестикуляция. Особое внимание уделяйте вашей жестикуляции. Может быть, вначале это не будет выходить и жестикулировать, жестикуляции будет много, но постепенно, когда вы будете себя наблюдать со стороны в записях, будете отслеживать ваши движения и будете их уменьшать, доводить до нужной кондиции, и все будет нормально. Не стоит этого пугаться. Жестикулирование должно быть естественным и соответствовать вашей речи. Избегайте излишнего движения руками. Второе – это умеренность. Хороший оратор использует жестикуляцию в таких моментах, когда хочет подчеркнуть, особо подчеркнуть какую-то мысль, идею, и он никогда, никогда не перебашивает жестикуляции. Согласованность. Ваши движения и ваша речь, ваше тело должны быть согласованными между собой. Например, при описании больших предметов вы можете использовать более широкие жесты, более широкие движения руками, а при описании, допустим, маленьких предметов вы можете более тонкие движения использовать, более маленькие, как говорится. И одежда. Конечно же, одежда играет ключевую роль в выступлении оратора. Это очень важный момент, выбор одежды. И одежда выбирается, которая соответствует формальности или тематике вашего выступления. Можно ее так выбрать. Обычно подходит деловой стиль, можно подобрать и неформальный стиль. Это уже зависит от ситуации, в которой вы выступаете. Подберите соответствующий наряд. Ну, говорить о том, что наряд должен быть чистым, сидеть с иголочкой, должен быть по размеру. Цвета тут особо подбираются. Это отдельная тема еще, как подобрать цвета, в каких цветах выступать лучше всего. И так далее. Все это имеет колоссальное значение. Подберите себе соответствующий наряд. Одежда, в первую очередь, для вас должна быть удобной, потому что она должна вам позволить двигаться свободно, выразить себя и так далее. Обратите внимание на детали вашего наряда. Знаете, их будут разглядывать люди, будет разглядывать аудитория, в которой вы выступаете. И это все поможет вам укрепить ваш авторитет в глазах аудитории, установить более доверительные отношения и оставить, в общем, положительное впечатление. Важно помнить, что жестикуляция и одежда должны подчеркивать вашу личность и стиль коммуникации, а не отвлекать от вашего выступления. Эффективное использование жестикуляции и правильный выбор одежды могут усилить ваши слова и сделать ваше выступление более убедительным и запоминающим. А что отличает хорошего оратора от очень хорошего оратора? Хороший оратор и очень хороший оратор обладают рядом общих черт. Но есть некоторые различия, которые могут определять уровень их мастерства. И в первую очередь это убедительность. Хороший оратор может убедить аудиторию в своих аргументах, на своих идеях, но иногда ему не хватает силы убеждения, не хватает эмоциональной глубины. Очень хороший оратор обычно обладает более сильным воздействием на аудиторию. Он способен вызвать эмоциональные реакции и вовлечь слушателей в свои идеи на более глубоком уровне. Хороший оратор может быть эмоциональным и вдохновляющим, но его способность выразить истинные эмоции может быть ограничена. Очень хороший оратор Очень хороший оратор обладает глубоким эмоциональным диапазоном. Он может передавать сложные эмоции, создавая у слушателей более глубокое и долгосрочное воздействие. Хороший оратор Хороший оратор владеет своим языком и может эффективно коммуницировать со своей аудиторией, но его стиль может быть иногда стандартизированным. Очень хороший оратор Очень хороший оратор обычно обладает богатым языковым арсеналом и может адаптировать свой стиль под различные аудитории и ситуации. Он может играть с ритмом, тоном и образным языком, чтобы создать более запоминающийся опыт для слушателей. Хороший оратор Хороший оратор может передать свои идеи и сообщения понятно и ясно, но его способность проникновения в сознание и сердца аудитории может быть ограничена. И еще раз Способность проникновения в сознание и сердца аудитории может быть ограничена. Хотя он это делает. Очень хороший оратор Очень хороший оратор обладает способностью к эмпатии, к пониманию аудитории. Он может адаптировать свой подход, чтобы создать более глубокую связь с различными типами людей. Хотя Линия между хорошим и очень хорошим оратором может быть размытой и зависит от множества факторов, очень хороший оратор обычно обладает более высокой степенью мастерства и воздействия на свою аудиторию. По сравнению с хорошим оратором. Начать развивать навык ораторского искусства можно с нескольких ключевых шагов. Это может быть изучение и понимание основ. Ознакомьтесь с основными принципами ораторского искусства. Прочитайте книги, статьи и руководство по ораторству, изучите работы известных ораторов и анализируйте их выступления. Практика публичных выступлений. Начните практиковать перед зеркалом или записывайте свои выступления на видео. Это поможет вам отслеживать свои ошибки, работать над интонацией, жестикуляцией и улучшать общую уверенность в себе. Присоединение к клубам, к ораторским группам может быть отличным способом регулярно практиковать и получать обратную связь от опытных ораторов. Рассмотрите возможность прохождения курсов или тренингов по ораторскому искусству. Многие учебные заведения и тренинговые центры предлагают программы по развитию ораторского мастерства. Анализируйте и изучайте успешные выступления других ораторов. Обратите внимание на их стиль, способы привлечения внимания аудитории, использование языка и жестикуляции. Ораторское искусство – это навык, который развивается с опытом и практикой. Постоянно работайте над улучшением своих навыков. Выступайте на публике, получайте обратную связь и стремитесь к совершенству всегда. Ну что ж, дорогие мои, на сегодня я с вами прощаюсь. Помните, пожалуйста, что надо начать с малого. Начните с малого, постепенно увеличивая сложность и объём ваших выступлений. И помните, что практика, самоанализ и стремление к совершенству, постоянное стремление к совершенству играют ключевую роль в приобретении навыка ораторского искусства. Спасибо.